Мы на месте. Мы приветствуем Салвиту. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам в своем биополе, наперед сеанс. Она доверит. Визуально что-нибудь мешает, посмотри, сканирование. Мешает. Что? У меня на ногах как ласты одеты, а на голове маска с трубкой, дышать под водой. И на руках тоже как ласты такие перчатки. Хорошо. Итак, это маска, которая находится на лице и на руках, выходит. Ласты выходят. Все летит в клетку-тюрьму. А слово идет, это набор. Ну понятно. Такой набор. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой салвиты под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел салвиты, находит все. У нее один интерферент, это демон. Демон. Какой демон? Двенадцатый. Хорошо, демон. Как долго ты присуствуешь в этом биопуле? Меньше двух месяцев. Как ты воздействуешь на нее? Зачем эти ласты? Набор выдал ей. Я вижу набор, да. Для каких целей он? Он показывает, когда она начинает дышать через трубку, ей не хватает воздуха и у нее начинает дышать чаще, чтобы заполнить воздухом. Из-за того, что ей не хватает воздуха, у нее начинает на грудной клетке собираться. Здесь эмоции, как страх какие-то, тяжесть собираться начинает. Он копит тяжесть на груди. Хорошо. А на что конкретно ты зашел? Какая чистота тебя привлекла? Вина. Чувство вины. Понятно. Ну это твоя чистота, чувство вины. Хорошо. Ты присутствуешь в квартире, где живет салвита? Нет. Хорошо. Тогда мы сделаем сейчас реверс. Даю команду тонкой копии салвиты спроекцировать все энергетические сферические каналы к демону и его артефактам, набору. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всех негативных патогенных низкоабрационных энергий в ее биополе. Каналы выстроились и энергия негативная пошла по каналам. Вся чужеродная энергия возвращается назад. Но он ей вкладывал, на эмоциях играл, сомнения вкладывал, чувство вины усилял, чтобы она копила камень этот на груди, как булыжник. Значит, это твоя работа именно была, ты специализируешься на чувстве вины? На разных чувствах. Всю любая эмоция и собирая их. А ласты для чего? Он показывает, что не собирает, он их как тверже делает. Отверждаются они в своей вине. Значит, там эмоциональный фантом, конечно, с пробоями должен быть. Эти энергии там остались по-любому. Как с реверсом? Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Салвита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращаются назад. Усили потоки в 50 раз. Демон есть затемнение где-то в биополе? Ну, я сейчас уже говорю про булыжника. Вот там на сердце. Хочешь его забрать? Хочу. Сейчас закончим реверс. Выйдешь. Что-нибудь еще осталось в биополе, кроме этих ласт, что я вытащил уже? Да, есть на ногах еще, как веревки. Хорошо. Сейчас закончим реверс, Вера скажет. Готово. Реверс закончился. Хорошо. Выходи, снимай все, что у тебя там еще осталось в биополе, что мы не вытащили. Как закончишь, доложи мне, я дам тебе отдельную команду на лярвы. Снял эти веревки. Разрешаете забрать этот булыжник из затемнения? Готово. Даю команду на рассинхронизацию салвиты с демоном и его артефактами. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Есть. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия сигнуть все каналы, начали воронку в галактическое ядро. Влад. Ты хочешь получить эмоциональное? Да, ты меня слышишь? Нет, ты пропал. Вера, на каком месте я пропал? Ты нашел команду давать на... Энергоудар? Да. Хорошо. Ну вот такая связь сегодня. Сейчас помехи на солнце идут. Магнитная буря может поэтому. Хорошо. И три, один, два, три. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печат и растворяя. Есть. Демон хочет получить эмоциональный фантом? Давай. Я сейчас буду зачитывать частоты. Из них меня интересует первая причина, из чего все вытекает. Итак, выходит эмоциональный фантом салвиты, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкооперационные эмоциональные энергии. Ели сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Такими кругами вышел, как завитки какие-то внутри, вот из этих темных, депрессивные там идут эмоции. Темно-серый, черный, да? Да. Понятно, хорошо. Салвита, так выглядит ваше эмоциональное состояние. Вы готовы расстаться с этими эмоциями, с этими энергиями негативными? Готова. Сворачивайте энергии в шар, забираешь демон? Давай. Отправляй демон. Слушаю тебя. Я что заслушаю? Я сказала уже, вина есть, депрессия есть. Значит, из вины и депрессии все вытекает, да? Значит, вот этот фантом, у нее, я же говорила, завитки такие были. То есть она как усугубляет, наслаждаясь этой вот депрессией, что ли, чувством вины, она ее закручивает сама больше и больше. В узоры закручивает. Причина лежит мне и самой. Мы эту информацию озвучили для Салвиты, чтобы она знала, что нужно делать для того, чтобы в следующий раз мы не стояли в этой комнате диагностики и не общались с демоном. Хорошо, демон. Вопросов у меня больше нет. Готовы уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона, и демон уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Под артефактами открывается воронка в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Давай заправим энергиями Салвиту, посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибраций. 380, 26. На счет 3 макушку головы Салвиты начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает, все необходимые плита начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Салвита, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Спокойно чувствую, чисто. Отлично. Переходим к чистке ваших детей. Мы на месте. Мы приветствуем Мадару, она идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на проверку Мадары. Мама дает разрешение. Посмотри, беззарно. Мадара дает разрешение. Мадара сама может отвечать, конечно. Посмотри, в ее биополе что-то мешает сканированию. Да, у нее на тонких телах как два кольца. Одно на голове, а другое на талии. Они соединены между собой. Их затягивает, стягивает голову и тело. Понятно. Силом его намерения разрезаете круги. Они выходят вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Формируется в шар. Вышла. Отправляя в клетку тюрьму. Еще есть что-то? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Мадары, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мадары. Находит все. От кругов выстраивается канал к ответственным, притягив в клетку тюрьму. У меня гуманоид к кругам притянулся. И здесь есть бес еще. Два. Хорошо. Гуманоид. Какой бес? 7-8. 7-8. Понял. 7-8. И гуманоид, откуда ты? Не понял вопроса. Откуда ты? Из какого объекта? Он говорит, что оригинально он с системой. А сейчас конкретно находится здесь матрица Земли. Значит, ты из системы. Это меня интересовало. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Один месяц и 17 дней. На что ты зашел? И какая цель твоей подключки? На привычку он зашел. Это даже не привычка. Он говорит о какой-то привязанности к зависимости. К зависимости. Какая это зависимость? Внутренний комплекс. Комплекс неполноценности. Это с этим связано. Ее худение. То, что она ничего не ест. Об этом он и говорит. Поэтому он и подключку такую поставит, чтобы затягивать ее тело. И голове такой же круг, за который можно тянуть. То есть зацикливать ее на этом. Понятно. Значит, причина была, и ты это все усилил еще своими кругами. Я так понимаю? Да. Чтобы об этом думала всегда. Вот. Понятно. Два месяца. Бес. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Бес показывает. Бес находится в ее комнате. Он сидит за столом. У него что-то там, как швейная машинка там. Да, да. Бес конца шьет. Ему нравится там. И он не хочет, чтобы она тоже оттуда выходила. У него там есть подключки и какой-то круг. Этот круг сейчас у нее в ногах. То есть он ее как прилепил к этой комнате. Понятно. Он хочет, чтобы она там находилась. Значит, ты являешься той причиной, почему она не ходит на обучение, а обучается через дистанционно. Он говорит, что мне скучно без нее. Ну, хорошо, Бес. До этого момента ты мог кайфовать, но пришло время заканчивать это все, потому что мы сегодня чистим ее комнату. Я буду ставить там серьезные защиты, я буду ее защищать и в случае необходимости я буду ее проверять. Я очень надеюсь для тебя, что я не найду ничего, почему я тебя могу притянуть. Но это разговор будущего. Начинаем тогда сейчас с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Мадары спроекцировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду и Бесу. Выстраивается также канал к этим кругам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Мадаре. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилия потоки в 50 раз. Но у нее к этим кругам идут комплексы. Есть и другие комплексы, на которых она зациклена. Но может ребенку все-таки нужно проработать эти блоки и блокады в гипнотерапии. Я другого варианта не вижу, иначе она вырастется этими блоками и будут притягиваться постоянно другие сущности. Она должна изменить свои убеждения. Она изменяется только, когда ты убираешь блокаду. Этот блок, в чем-то должна быть причина. Ее нужно найти, и найти ее мы здесь, в этом сеансе, не можем. Это отдельная работа. Это гипнотерапия называется. Можем порекомендовать одного человека дистанционно. И если она владеет... Но она не владеет языком, поэтому, соответственно, здесь не получится ничего. Значит, надо искать на родном языке. Но эта проблема находится внутри. Вернулась все, Вера. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Мадара забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращает Мадара себя обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилим потоки 50 раз. Ну, вот этот гомоноид, он показывает эти комплексы, он их как такие отрезки показывает. Их несколько? Да. И это программы, которые он усиливал. Он не вкладывал их, но он их усилял. И она зациклена на них. И он показывает, что там, где вы живете, на планете, намного шире и больше знаний и наслаждений. И она в них ограничена постоянно, думая о своих комплексах. Я абсолютно напрасно это делаю, теряя самые лучшие годы своей жизни, своей молодости. Если она, ну, только она может этот ключ достать и открыть эту дверь, или закрыть эту дверь, в которую она постоянно не туда входит. У человека нет вообще никакого повода для какого-то беспокойства. А если эти комплексы есть, и их несколько, тогда мы сейчас можем сделать следующее. Даю команду, значит, три. Все комплексы, находящиеся сейчас в Мадаре, комплексы неполноценности, подсвечиваются и пульсируют. Но они вокруг ее головы, как точки, такие крупные, шарики. И они от одного к другому мысли у нее то с одной, то с другой прыгают. Хорошо, я спрашиваю Мадара. Мадара, вы хотите избавиться от этих постоянных мыслей, которые летают сейчас над вашей головой. Вы видите их сейчас, видите их? Она видит их, они как импульсы, такой, как круга-круга идет отрезок, и она их видит, да? Изъявите, изъявите свое крепкое намерение, что вы хотите избавиться, наконец, от этой проблемы. Включая внутренний белосвет Мадаре, этим светом она собирает и выдавливает из себя все эти комплексы. Все эти энергии выходят из нее до 100% и формируются перед ней в шар. До 100% из каждой клеточки, извилинки головного мозга. Все остатки выходят, все фантомы выходят. Все летит в этот шар. Все энергии комплекса выходят, блокады выходят. Готово. Как шар выглядит, Вера? Чуть громче говори. Красный шар. Большой? Нет, он не очень большой. Он небольшой мяч. Хорошо. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Вот, Мадара, вы сейчас избавились от этого всего. Больше у вас его нет в тонких телах. Дальше должно уже быть ваше желание и контроль эмоций, контроль своих мыслей. Только вы возвращаетесь к этой теме, переключаетесь на что-то позитивное, на другое. У вас отличная фигура. Я не понимаю вообще повод вашего беспокойства. Это уже не серьезно. Хорошо. Итак, реверс у нас закончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Бес, выходи, вытаскивай все, что еще на твоей частоте находится в биополе Мадары. Здесь круг, который прилип к ногам и который держит ее в этой комнате. Пусть забирают. Готово. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Мадары на частоте гуманоида и этих двух кругов. Не осталось ли каких-то чипов, которые мы не заметили. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Мадары с гуманоидом, его кругами и бесом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар, отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое дро, канал улетает на переработку. Закрывая печат и растворяя. Есть. Хорошо, гуманоид, ты присутствуешь в квартире? Есть там твои артефакты? Нет. Бес, я сейчас открываю портал и возвращаю тебя назад в квартиру. Ты собираешь все, что ты там оставил. Я прихожу, проверяю. Ты мне покажешь еще порталы в этой комнате. Мы говорим только об этой комнате, не о всей квартире. Ты мне покажешь порталы в этой комнате, я их закрою. И после этого я тебе могу собрать негатив в дорогу в этой комнате. Согласен. Хорошо. Хочешь получить эмоциональный фантом? Давай. Расскажи мне тогда о первопричинах. Сейчас я буду перечислять их. И когда шар выйдет, тогда ты мне назовешь пару первопричин, из чего все это выходит. Итак, выходит эмоциональный фантом Мадары. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкообрационные эмоциональные энергии. Все это низкообрационное, ежеск, генерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но фантом вышел, и здесь только по эмоциям, как будто она в тупике, она не знает, как реагировать и что делать. Это ее делает слабой. Хорошо. Мадара, ты хочешь, я тебе энергии все убрал? Да. Сворачивай энергии в шар. Забираешь бес? Да. Отправляй бесу и слушай тебя. Одиночество, подавленность, что-то еще там было. Изолированность, угнетенность, отчаяние, депрессия, ранимость, беспомощность. Ранимость, беспомощность. Все понятно, хорошо, больше вопросов нет. Готовы идти? Да. Открывается портал в комнату, где живет Мадара, и бес идет в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. Гуманоид системы. Два месяца находился. Установил два круга. Человекокомплекс, он его усиливал. Забираем на проверку. Благодарю. Ключик уничтожит. Под кругами, откроя воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Давай заправим Мадару энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибраций? Двести пятьдесят пять. Да. И восемнадцать. На счетри макушку головы Мадары начинает поступать семь высокоибрационных потоков по двести пятьдесят пять процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до восемнадцати герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Да, есть. Хорошо, Мадара, мы закончили твою проверку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Мне очень приятно. Чувствую себя позитивно. А еще я вижу энергии, которые идут от меня. Они как лучи выходят из ладони. И вокруг меня много разных новых цветов, позитивных. Мне нужна позитивная обстановка вокруг меня. Абсолютно нормальное желание. Но ты не должна забывать, что ты являешься тем, кто делает позитивную обстановку вокруг тебя. То есть ты должна проявить какую-то инициативу, может заняться каким-то интересным делом, общением. Я подстроилась по те обстоятельства, которые были в моей жизни. Но сейчас я понимаю, что можно жить и реагировать по-другому. И это очень интересно. Абсолютно верно. Абсолютно. Не теряй свою жизнь в том плане, что ты теряешь просто удовольствие от общения. И в таком возрасте это очень важно. Это общение. И школа важна. Все важно. Поэтому прослушай внимательно. И очень надеюсь, ты поймешь смысл этой чистки. Поймешь причины. Все, что мы могли со своей стороны сделать, мы сделали. Мы убрали у тебя эти вещи, которые тебе мешали. Дальше ты должна уже дальше сама работать. Обязательно должна заправлять себя каждый день этими энергиями, о которых ты сейчас только что с восхищением рассказывала. И поднимать вибрации. Я сказал, энергии 255% и вибрации 18 Гц. И после этого надо все синхронизировать и гармонизировать. Как я это делал, стоит тоже в этом сеансе. Хорошо, Мадара, будем тебя возвращать назад. Я очень надеюсь, что ты с этого момента пойдешь по другому пути, более интересному. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Мадара в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звенки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова